Земля цвета повернёт во тьму Так, как Аристотель Дурёв Муха 2000 лет дурил учёных? Дело в том, что учёные сейчас многие задурены. Они называются учёными. Они делают великолепнейшее. Проводят работу, и всё, что они делают, они калечат. Они не могут с этого прокурсового ложа вылезти. Мы будем потихонечку про это говорить. А почему? Дело в том, что я про эту Аристотель Дурёв Муху узнал ещё со школы. То есть это всё правда. Да, один кто-то сказал, что у неё мой 8 ног. Так 8 ног и 2-2 тысячи лет и считалось. Ни один не проверил. Что касается садоводства, я практически уже проверил всё. Всё враньё. Почему? Не напишешь, значит, нету статей, нету следующей ступени. Так. А писать-то нечего. Если так-то разобраться. Растёт себе, растёт дерево. Чё-то даёт до этого. Вот так вот она выглядит. А это просто как яркий пример. И сейчас ещё не поздно исправить всё это. У мухи 6 ног. Вот. А деревьям улучшения не нуждаются. Там это Аристотель говорил, это Железов говорит. Но всё это будем подробнее. 30 апреля я закончил рассылку семечек. Почему? Прямо в холодильнике они стали вот такими. Вот. И когда-то и детей будут этому учить. Когда-то мои фотографии, несколько тысяч войдёт. Справочники, газеты. Периодическую литературу, книги. Вот. А ещё и по темам. Потому что в несколько тысяч уместить сразу трудно. Так вот. Вот эти сотни миллионов ошибок. Смотрите. Вот сейчас Яндекс.Дзен. Что это такое? Там получается, что мой помощник Антон, он не Антон, а в этот раз уже Павел Николаевич Троценко, он пишет будущую книгу. Как? Так, мы сейчас с вами говорим об этом. Он потом это переводит, мой разговор и фотографии в текст. Потом они появляются вот так. Вот так. Это один из сотни примеров. Сотен. Уже, наверное, уже несколько книг написано, только пока не такие. Среди нас нет ни одного олигарха, который бы сказал, я тоже хочу на небо, тоже хочу в райский сад. Лучше я сейчас в тираж 100 тысяч книг оплачу, и мы раздадим их по институтам. Наконец-то в институтах узнают, как правильно выращивать деревья. Наконец-то! И теперь, я же, тоже наконец-то узнаю. Но пока среди нас таких, пока еще ни одного нет. Возможно, это принципиально. Или ты богатый и откупился пожертвовать деньги в церковь, или ты, как мы, самый небогатый, мягкий. Мы никогда не сможем написать книгу. Вот один из примеров будущей книги. Татьяна Александровна. Значит, подсказка с неба. Кто-то, кто меня знает, тот уже ее давно знает. Ну, сейчас не будем раскрывать ее личность. Главное, что я очень сильно болела. Не доверяя врачам, решил, что лучше уходу дома, без личного учительства. Но когда надежды практически не было, я увидел во сне сыплющиеся откуда-то сверху с плашным разноцветным потоком спелые яблоки. При соприкосновении они издавали скрипучий, шепчущий звучок. И в нем слышалось «съешь яблоки, съешь яблоки». Проснувшись, я рассказала дочуре свой сон, и мы решили попробовать. Для этого ей пришлось рискнуть и оставить меня без присмотра на пару часов, потому что магазин и все в соседнем поселке. А своих яблок уже не было. Оля привезла сладкие яблоки и смогла скормить половину чудесного свежего фрукта. Мне резко стало легче от одного их запаха. Я уснула, и впервые за долгое время попала не в тот же страшный кошмар, а в большой и уже знакомый мне яблониевый сад. Потом я выздоровела. С тех пор я совершенно осознанно отношусь с уважением и почтением, а не только любя их плоды и красоту. Вот. Фото из сада Татьяны Саннеги. Это даже из моей книги. Мы долго дружили. Вот. Я поддержал её в своё время и, можно сказать, вернул к нормальной жизни, потому что она, зная, что обладает феноменальными сортами, никому не нужна вообще. И я ей пишу, Татьяна Саннеги. У вас самые сладкие яблоки в мире. Почему? Я за 30, ну, тогда, допустим, 30 лет наблюдений тогдашних, ни одна оса, ни одна пчела на дереве созревающих яблок, ни одна не пила, ни сотни нектар. Почему кислинка? Если у вас получилось случайно, для вас случайно, что на фотографии запрещена это пчела или оса, я в них не очень разбираюсь, чем они отличаются. Вот. Скорее, наверное, оса. Видите, какой я тупой. Так вот, значит, это значит, что у вас феноменальные сладости яблоки. Вот. Она мне прислала десятую фотографию. Вот, смотрите, это что такое. Я их называю малоильные. Вот. Яблоки из её сада, наверное, обладают какими-то особыми качествами. Не только по сладости. Наверное, их можно и молодильными назвать. Но дело в том и в другом. Раз звонил я, тогда я был более популярен. Приехал учёный. Дайте нам черенки. Уже к дочке. Её уже в живых не было. Вот. Дочка ко мне. Я говорю, мама завещала мне как другу, чтобы всё-таки я помог продать. Учёный ей там рассказывал, эту лапшу навешал, что, значит, проведут, то есть экспертизу. Ну, подумаешь, там несколько поколений вырастет. Через 20 дней вручат какой-нибудь сертификат. А, скорее всего, ничего. Потому что, если бы этот учёный приехал бы к Годнеру, ещё живому, он его морду бы набил. Приехал бы к Чикасову, в ней были такие, самые крупные абрикосы в нашем районе были. Вот. Тоже морду бы... Она говорила, приедет ещё кто из учёных. Я возьму грабли, да как ему огрех. Поняли, да? Вот это отношение к учёным. Так всё закончилось никак. Вот. Это действительность. Это наша сторона. Вот. Почему я это вам показываю? Я нудный, вредный, противный. Внимание! Я никогда ничего с них не обрезаю, пишет Татьяна. Поняли? Вот так вот. Я снова увидела сон. После которого навсегда оставила мысль заняться прививками. Мне дали понять, ну ясно откуда оттуда, как будет правильно. Нужно делать клоны на своих корнях, а для начала брать корневые отпрыски. Многие из них, из моих яблых, склонные к куститься. Растут 2-3 стола, появляется прикорневая порция, все излишки я стала отсаживать. Потом заметила, что лежащие на землеветке прирастают, из этих отрусков получается полноценный растений на своих корнях. Вот. Ну и что? Пока ничего. Значит, если когда-то заставят студентов искать, 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 искать по всей округе, каждому в своем регионе, каждому в своей области, в республике, вот, находить, выращивать. Хочешь диплом, вот тебе, если ты не это сам, если там нечего, тебя будет угощать через пять лет, вот, сад вырастет, настоящий сад, а на кой черт вот эти бумажки печатают? Это те же бумажки, потом выясняется, что кто-то с министром, кто-то с каких-то начальников, купил в этом сад, в переходе, метро. падает ценность, вот это будет, никто понять не может, есть у нас министр, никто не может понять, что ценность диплома высшего образования равна туалетной бумаге, я не пчелая там, вышел, ничего выращивать не может. Жесткая, вот это я говорю будущему министру, из наших, только бы я уже говорю, когда там, чуть ли не молюсь, там на Тимошку или там на Ивана Савинича, еще кто-то может быть из среднего поколения еще найдется, хотя бы один, который поймет, цена диплома о высшем образовании агронома, не только, конечно, яблоки, груши, персики, там будут и овощи, и овощи, и все, вплоть до цветов, все должен уметь, все должен вырасти, не получилось, не выросло, замерзло, значит это, получая справку, что 5 лет, дурака валял, так и написано, справка, студент Иванов, вот, 5 лет чистился, эти самые, в агро университете, вот, а зачем эти знания-то, вот те, которые это, помните, это дамы эти, у меня шикарное образование, да ты покажи, абрикосы в своем саду, 100 граммовый, на какой черт нам это шикарное образование, вот так вот, важнейшую тему поднимаю, советские учебники, увеличиваю размеры, как посадить, вырастить, я буду, 49 год, смотрим, ну, понесо, распоревать, то, конечно, надо почкой, а как же, значит, чтобы получилась страшная рана, я вам показывал, в эту рану страшную, в руках саженец этого самого, доктора наук, а вот, смотрите, сейчас там, это, смотрите, вот та самая посадка, меня умиляет то, что нет определенных, как бы сказать так, каких-то правил, которые, да, уже точно, надо определиться, ведь умудрился же, автор, делая рисунок, отрезать третью часть, умудрился же, значит, все-таки, мне не то самое, и все потеряно, теперь бы вот к этой верхней части, холмик бы прорисовать, вот так вот, впереди много чего интересовало будет, посадка,